Проблем в градостроительной деятельности Кубани накопилось немало. Совещания планировали еще осенью, но сходу проработать все вопросы не удалось. Сейчас определились с основными направлениями, в которых должен развиваться регион. В первую очередь это уход от точечной застройки, ограничение высоты зданий в исторических центрах, увеличение зеленых зон. Еще одна принципиальная задача – заставить строителей многоэтажек обеспечить социальную инфраструктуру. Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы дома заселялись после того, как заны в ситуацию социальный объект. То есть по-другому сегодняшняя жизнь показывает, у нас быть не может. Потому что сегодня у нас дома есть, люди в них уже живут, а потом на 36 тысяч жильцов приходится два детских сада и одна школа. За 10 лет Краснодарский край вышел в лидеры по объемам жилищного строительства. Впереди только столица и Московская область. Но с ростом квадратных метров увеличилось число самостроев. Необходим единый механизм учета всех незаконных строек, где бы детально фиксировались действия ответственных лиц на каждом этапе. Ну неужели это какая-то армия коллег из администрации, районной, городской или иной, то есть не может поконтролировать, по большому счету, процесс самостроя, точнее его начало? Иск хотя бы тут подайте на стадии первого этажа. Я никогда не поверю, что проезжая на работу, хоть один чиновник из той или иной администрации не увидит или нежелание, если не верить, или бессилие. Тогда я четко вам говорил, если явно кто-то мешает, назовите кто. По крайней мере, с сегодняшнего дня мы берем четкую отсечку от того, что по самострою. Если сегодня они начнут расти, то персональная ответственность у вас, коллеги, глав муниципальных образований. Но на руку самострою играют лазейки в законах. Многие пользуются дырой в градостроительном кодексе. Дело в том, что возводить здание до трех этажей можно без согласования. Вот и начинают строить частные дома, а в итоге вырастают многоэтажки. Кубанские парламентарии хотят на уровне федерации предложить поправки и прикрыть лазейку для самостроя. Вениамин Кондратьев требует бескомпромиссно бороться за сохранение зеленых зон, в том числе парков и скверов. Статус особо охраняемых территорий должны определить до конца года. В этих зонах никто не сможет вырубить ни одного дерева. Это касается в том числе и жилых микрорайонов. Там по нормативам на каждого человека должно приходиться не меньше шести квадратных метров зелени. Не продлевать действующие договора аренды земельных участков, расположенных в зеленых зонах. А там, где не начато строительство или размещены нестационарные объекты, принять меры к их расторжению. Например, в Краснодаре уже утвердили 76 зеленых зон. После всех оформлений строить там будет запрещено. Жесткий контроль губернатор требует и над высотностью зданий в исторических центрах. Кубанские города, признаются архитекторы, одни из немногих, где еще видно небо. Необходимо внедрить квартальный принцип реконструкции, позволяющий отодвинуть здание повышенной этажности вглубь участка, выйти к линии застройки объектами не выше четырех-шести этажей. Но легче сказать, чем сделать. Там, где можно строить не выше шести этажей, спокойно вырастают 20-ти этажки. Генеральные планы, правила землепользования на местах часто подстраивают друг под друга. Непостоянство в нормативах позволяет обходить все эти правила. И здесь Вениамин Кондратьев просит работать в жесткой сцепке суды и прокуратуру. Только в генеральном плане Краснодара с момента его утверждения в 2012 году уже пять раз уносились изменения. Вот все лежит на поверхности. Конституция подмочена, не очень качественная. А в ряде случаев эту конституцию специально делают так, чтобы потом можно было подобрать иное решение. На Кубани каждое третье разрешение на строительство выдается с нарушениями. А спаривать подобные решения готовы в судах. Но для этого нужно, чтобы местные власти активнее туда обращались, заявил председатель краевого суда Александр Чернов. Озвученные сегодня предложения отразятся, по сути, во всех градостроительных документах. Обновляться будут генеральные планы городов и районов края. Но так, замечает губернатор, чтобы один раз и надолго. Поэтому проработка доскональная. Например, про парковки, стояночные места, которые по нормативам обязаны проектироваться при строительстве. Жители многоквартирных домов должны получать бесплатно, а не покупать. Край всегда поддерживал застройщиков. И сегодня край тоже будет застройщиков поддерживать. Но только тех, кто будет соблюдать правила цивилизованной застройки, гармоничной застройки наших городов, станиц и хуторов. Застройка должна быть не только ради квадратных метров. Я вас публично прошу, настаиваю и требую, ни стороны власти, ни стороны строительного бизнеса нарушать сегодняшние правила, которые мы примем, никто не сможет. Не сможет, я еще раз подчеркиваю, ни за какие деньги. На то, чтобы подготовить изменения, уйдет не меньше трех месяцев. Но привыкать к новым правилам игры придется с сегодняшнего дня. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.